МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте, уважаемые телезрители! И снова чрезвычайная ситуация в эфире. И снова не самые приятные новости. Этот выпуск посвящен проблемам дорожно-транспортного травматизма и гибели людей. Кстати, причины происходящего не на вы. Это пьянство за рулем и пренебрежение элементарными правилами дорожного движения. Как итог, невинные жертвы и среди пассажиров, и пешеходов, да и самих водителей. Этот выпуск под названием «Погоня» мы начнем с рейдового мероприятия по отлову злостных нарушителей, в том числе тех, кто садится за руль в нетрезвом состоянии. Пятница вечер. С давних времен это время принято именовать не иначе, как «День шофера». В конце трудовой недели иные граждане, как с цепи, срываются и накачивают себя спиртным, которого были лишены в трудовую пятидневку. Госавтоинспекторы ОВД Гомельского района говорят, что водители под мухой и бесправники им попадаются практически ежедневно. В том числе в результате таких вот специализированных рейдовых мероприятий. Практически каждый день происходит задержание на дорогах Гомельского района водителей, управляющих в состоянии опьянения и не осознающих большую степень опасности как для себя, так и для окружающих его водителей и участников дорожного движения. Принимаются меры административного воздействия, а в случае повторного задержания в течение года таких водителей наступает уголовная ответственность. К примеру тому, явилось задержание 14 июля текущего года жителя Гомельского района, который управлял мопедом, не выполнил неоднократные требования об остановке транспортного средства, преследовался экипажем ГАИ Гомельского района, после чего был задержан и доставлен в Гомельский РОВД. Водителю этого мопеда, по словам сотрудников ГАИ, всего недели не хватило до окончания административного срока по предыдущему взысканию за пьяную езду. Вероятнее всего, мопедист знал это, учитывал и то, что опять сел за руль под мухой, поэтому отчаянно убегал от экипажа госавтоинспекции, по максимуму используя преимущество мопеда на узких участках улицы при полном бездорожье. В конечном итоге, изрядно умотавшись, мопедист сдался и был задержан. Теперь к уголовному делу за повторную езду в нетрезвом состоянии добавится сопротивление законным требованиям сотрудников милиции. В общем, штраф до тысячи базовых величин, конфискация транспортного средства и, возможно, ограничение или лишение свободы. Дело будет передано в суд. Ну, в целом, по сравнению с аналогичным полугодием 2015 года, в истекшем полугодии наблюдалось снижение количества зарегистрированных преступлений, предусмотренных статьей 317 прим. УК Республики Беларусь, а это предусмотрен уголовную ответственность за повторное управление транспортным средством, лицом управляющим транспортным средством в состоянии алкогольного пьяни в течение года после наложения административного засуяния за такое же правонарушение. Значит, со 147 до 108 преступлений. Что касается карательной практики, то необходимо отметить, что соответственное количество осужденных за данные преступления снизилось. А вот мотоциклиста в поселке Лич догонять не пришлось. Он сам встретился со столбом и по предварительной информации сделал это, будучи в подпитии. В нашем распоряжении есть кадры с видеорегистратора, зафиксировавшего момент ДТП. Ситуация разворачивалась так. На закруглении дороги водитель мотоцикла «Урал» с коляской не справился с управлением и на скорости въехал в опору ЛЭП. На тот момент в мотоцикле, кроме водителя, находились еще две женщины-пассажирки. В момент удара одна из них выпала из мотоцикла и отделалась ссадинами. А вот самого водителя и другую пассажирку пришлось госпитализировать с тяжелыми травмами. В результате чего водитель мотоцикла и пассажир получили телесные повреждения. Оба доставлены в больницу. По данному факту проводится проверка. На место выезжали сотрудники ГАИ и оперативная группа РОВД. Погоня за нарушителями – это будни районной госавтоинспекции. Так было и с другим мопедистом в тот же пятничный вечер. Молодой человек с виду лет 30-35 с обильной растительностью на лице решил, что встреча с ГАИ ему явно противопоказана. На большой скорости по дачным закоулкам он пытался оторваться от нашей машины. В конечном итоге ему это удалось. Он втиснулся между столбов, куда легковой автомобиль не проедет. А вот другому нарушителю не так повезло. Уже в Гомеле водитель Митсубиси уходил от погони, но на полном ходу был остановлен стоящими грузовиком и легковушкой. Впоследствии этой встречи на оперативных фото. Сейчас идет разбирательство по данному факту, но можно предположить, что водитель пытался уйти от статьи за пьяную езду. Диспозиция данной статьи предусматривает ряд альтернативных наказаний, такие как исправительная работа, арест, ограничение свободы и в том числе и лишение свободы. При этом часть вторая данной статьи, то есть когда лицо уже ранее судимое или совершило данное преступление предусматривает статью 317-й приема. Прием в период несмотря на непогашенность судимости также управлял транспортизм в состоянии алкогольного пения предусматривает наказание вплоть до лишения свободы сроком до трех лет. Доподлинно неизвестно, куда спешил и кто гнался за водителем внедорожника, когда тот совершил наезд на двух женщин в Гомеле. Но итог ужасающий. Обе женщины 57 и 50 лет погибли на месте. Виновник трагедии 25-летний гомельчанин приговорен к 6 годам лишения свободы. Мы не беремся рассуждать о достаточности этого наказания. Давайте просто еще раз разберемся в этой ситуации. В нашем распоряжении есть кадры с машины виновника ДТП, снятые в момент происшествия. Как видно, человек за рулем грубо нарушил правила. Его не смутил остановившийся перед переходом в крайнем левом ряду автомобиль. Кстати, к своим 25 годам водитель внедорожника не раз привлекался к административной ответственности за различные нарушения правил дорожного движения и даже был лишен прав на небольшой срок. Однако урок не пошел впрок. И тем злополучным вечером он несся по Советской на скорости около 100 км в час в сопровождении веселой компании на заднем сидении. Сам водитель был трезв, но, как видим, это ничуть его не оправдывает. Согласно требованию правил дорожного движения, несмотря на то, что со стороны пешеходов допущены явные нарушения требований при пересечении проезжей части, на водителя лежит обязанность при возникновении препятствия и опасности для дорожного движения принимать меры по снижению скорости вплоть до остановки транспортного средства. И если в ходе следствия будет установлено, что водитель видел пешехода, исходя из скорости движения транспортного средства и технических состояний этого автомобиля, он мог предотвратить наезд, то есть, применив экстренное торможение, остановиться, но не сделал это, то, скорее всего, водитель будет привлечен к уголовной ответственности. По данным республиканской статистики, каждое седьмое ДТП совершается в нашем регионе. Каждая восьмая жертва аварии на дорогах – это тоже Гомельская область. И хотя в целом, по сравнению с прошлым годом на Гомельщине смертность в результате ДТП снизилась почти наполовину, цифры устрашающие. С начала года погибло 25 человек, 235 получили ранения различной степени тяжести. А самым распространенным остается наезд на пешехода. На этот вид ДТП приходится почти 40% всех зарегистрированных происшествий, и именно в таких авариях гибнет больше всего людей. При этом в подавляющем большинстве случаев ответственность ложится именно на водителей транспортных средств. В случае нарушения правил проезда пешеходного перехода водитель может быть подвергнут административному взысканию в виде предупреждения или штрафа от 1 до 5 базов величины. Это по первому разу. В случае, если правонарушение будет допущено повторно в течение года, сумма штрафа уже возрастает, и она возрастает от 2 до 8 базов величин. Предупреждения второй раз уже никакого нет. Для пешеходов, напоминаю, что тоже есть своя ответственность. В случае нарушения правил перехода правей части, пешеход подвергается ответственности административному взысканию в виде предупреждения либо штрафу до 3 базов величин. Дети. Чаще всего они становятся невинными жертвами халатности взрослых. Поэтому в период отпусков и каникул к этой, пожалуй, наименее защищенной категории участников дорожного движения повышенное внимание со стороны госавтоинспекции. Специалисты отделения агитаций и пропаганды постоянно проводят тематические встречи для воспитания культуры поведения на дороге. И через СМИ еще раз обращаются ко взрослым водителям, чтобы предотвратить новую трагедию с детьми. Вопросы о профилактике детского дорожно-транспортного травматизма актуальны всегда, но особенно они актуальны в весенний и летний период, когда большую часть времени ребята проводят на улице. На дорогах Гомельской области с начала 2016 года произошло 21 дорожно-транспортное происшествие, в которых один ребенок погиб и 21 получили различные ранения. Уважаемые родители, хочется напомнить о том, что перевозя ребенка куда-либо, даже на короткие расстояния, необходимо, чтобы ребенок находился в детском удерживающем кресле, либо после достижения 12 лет пристегнутый ремнем безопасности. Скорость. Для многих она как наркотик. Ну и последствия передозировки здесь предсказуемы. Во-первых, потому что большую частью наш дорожный фонд предполагает относительно неспешную езду. А во-вторых, как показывает практика, далеко не все машины способны выдержать механические испытания скоростью. Ну а в-третьих, сами люди. Невнимательность, безрассудство, усталость. Тройное ДТП в Добружском районе. В результате грубого маневра, слабой оценки дорожной ситуации и при повышенной скорости погиб человек. Лобовое столкновение привело к смерти водителя автомобиля «Опель» 30-летнего жителя Добруша. Главный удар пришелся в Ниссан Сентра под управлением 29-летнего гомельчанина. Водители-пассажир японской иномарки с различными травмами были доставлены в больницу. И только водитель «Рено» не пострадал. Водитель автомобиля «Опель» выехал на полосу встречного движения, где совершил касательное столкновение с автомобилем «Рено», после чего лагобовое столкновение с автомобилем «Ниссан», который двигался навстречу. В результате дорожно-транспортного происшествия водитель «Опеля» скончался на месте происшествия. Водитель и пассажир автомобиля «Ниссан» были доставлены в больницу с травмами различной степени тяжести. Еще одно ДТП по неосторожности случилось в деревне Шарпиловка под Гомелем. Микроавтобус «Фиат» на скорости врезался в бетонное ограждение. Погиб пассажир. За рулем гражданин Украины с видом на постоянное жительство в Беларуси. Обладатель права управления на все категории транспорта и с большим водительским стажем. Первоначально причину ДТП видели в нетрезвом состоянии водителя. Однако теперь, в качестве версии случившегося, следователи усматривают и плохое техническое состояние автомобиля, и влияние жары. Госавтоинспекция Гомельской области обращается ко всем водителям с просьбой быть предельно внимательным и осторожным. Избегать необдуманных действий на дорогах, так как это может привести к потере контроля над автомобилем. Поставить под угрозу как вашу жизнь, так и других людей. Следует соблюдать скоростной режим. Сохранять дистанцию и боковой интервал движения. Отказаться от совершения опасных обгонов. В жаркую погоду всегда в дорогу с собой необходимо брать минеральную или питьевую воду. Не допустить превышения скорости – задача не менее важная. После 70 км в час шансов выжить у нарушителей тем меньше, чем выше скорость. Да и не приспособлены наши дороги для гонок. Большинство из них внутри областного значения допускают безаварийную езду на скорости не более 80 км в час, а отдельные участки рассчитаны на скорость в два раза меньше из-за износа полотна или ремонтных работ. Гнать под сотню на них – чистое самоубийство. Превышение скорости – это один из вид правонарушений, которые у нас за собой влечет наибольшую аварийность на территории Гомельской области. В частности, за прошедший период 2016 года, за первое полугодие, было совершено 36 дорожных транспортных происшествий по причине превышения скорости, в которых 4 человека погибло и 41 получили ранения. Это второй вид по причине ДТП с наибольшей чашечкой последствий после наезда на пешеходов при проезде пешеходных переходов. Пожалуй, на этом простом требовании о неукоснительном выполнении элементарных правил дорожного движения мы сегодня и остановимся. И пусть ваша личная ситуация будет оставаться нормальной и никогда чрезвычайной. Берегите себя и до встречи в эфире. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова